Мы с вами уже по факту разобрали все служебные вещи, связанные с модулем. Мы умеем теперь программировать установку и удаление модуля. Можем создать страницу настройки модуля и управлять правами доступа к ней. Рассмотрим вариант работы с данными модулями. Сразу хочу обратить внимание, что мы будем рассматривать простые примеры, простые структуры данных, чтобы вас не перегружать лишними нюансами и подробностями, а сосредоточиться на теме. Рассмотрим задачу. Нам нужно в модуле реализовать хранение списка книг. В нашем каталоге будут ID книги, ее название, год выпуска, ASBM, фамилия, имя и отчество автора одним полем, дата и время поступления книги в магазин, ну и текстовое описание книги. Вот это та структура, с которой мы будем работать. А какие же варианты у нас есть для хранения данных в битрикс фреймворк? Существует три основных варианта хранения данных. Это информационные блоки, ха-лоуд блоки и ОРМ. Остановимся на каждом подробнее. Информационные блоки. Создать структуру для хранения данных очень просто. Создаем тип инфоблока, создаем инфоблок. Стандартное поле названия мы используем для названия книги. Один из формируется автоматически. Пользовательскими свойствами создаем код выпуска, ASBM, фиоавтора, дата и время поступления, а также описание книги. Для описания книги мы могли бы воспользоваться штатными полями, анонсным или детальным описанием. Тут на усмотрение. Все, у нас теперь есть структура данных, есть админка для управления этими данными. Да, есть еще множество стандартных полей инфоблока, но мы можем отредактировать отображение формы редактирования элемента и скрыть лишние поля. Когда стоит использовать инфоблоки? Требуется быстро развернуть и настроить структуру данных. Требуется готовая админка, понятная любому контент-менеджеру. Требуется весь богатый функционал инфоблоков, вроде расширенного управления правами, каталогизатора, поиска и тому подобное. То есть инфоблоки в большинстве случаев годятся до решения ваших задач. Это готовый инструмент из коробки, который позволяет быстро развернуть достаточно разные структуры данных и вполне несложным образом их вывести. Ведь имеется большое количество различных компонентов для вывода информации из инфоблоков. Еще один вариант – халлотблоки. Мы также создаем халлотблок. Здесь нет никаких стандартных полей. Нам нужно добавить каждое поле из нашей структуры и выбрать соответствующий тип. Вот так выглядит форма добавления элемента. В каких случаях мы можем использовать халлотблоки? Когда большой объем данных и очень большая нагрузка, а инфоблоки не справляются. Вам требуется некая структура для хранения служебных данных, которая не будет редактироваться контент-менеджерами. Но в отличие от инфоблоков, вы получаете упрощенную админку, где поля не подписаны, а имеют только идентификаторы или имя-колонки в таблице базы данных. Нет штатной возможности реализовать каталог с каталогизатором и так далее. Если вам это все нужно, то вам придется реализовывать все это вручную, самостоятельно. Плюс есть API. Но такого разнообразника понета, как в случае инфоблоков, тут нет. А теперь перейдем к УРМ. Вот это описание нашей УРМ-сущности. А это структура таблицы, в которой хранятся данные нашей УРМ-сущности. А описанная по всем правилам УРМ-сущность автоматически получает целый набор методов. Когда же целесообразно применять УРМ? Во всех случаях, когда у нас возникают трудности с использованием инфоблоков и холодблоков. Это может быть очень сложная структура данных. Специфичные требования по доступу к данным, а возможно инфоблоков нам не подходят. Очень высокие нагрузки и объем данных. УРМ – это потенциально самая быстрая структура хранения данных. Ведь тут вы практически неограниченные и сможете испроектировать и реализовать самую оптимальную структуру хранения данных до решаемой задачи. Но нужно учитывать, что вам придется при необходимости реализовать свою админку для доступа и управления данными. Писать свои компоненты для вывода в публички и все программировать самостоятельно, включая индексацию данных поиском, управление правами доступа и все, что вам может понадобиться. В данном курсе мы рассмотрим именно УРМ.